С первых дней жизни в Иркутске мы прониклись ненавистью к высоким ценам и тараканам в нашей квартире. С последними мы боролись. Чтобы обеспечить свое существование в этом городе, мы устроились разнорабочими. И только после этого отправились на Байкал. Какое оно? Самое большое и глубокое озеро в мире. Ну, во-первых, холодное. Антон, ну как ощущения? Ощущения просто, как заново родился. Бодрость духа? Да. Какой сейчас месяц? Октябрь. Новый город открывает новые возможности. Мы искали героев сюжетов в защиту университетской практики. В поисках шамана отправились в деревню Еланцы за 350 километров от Иркутска. Но кроме суровой сибирской красоты, страшного мороза и простой жизни сельских жителей, для себя ничего не открыли. Шаман оказался коммерческим и, как и все остальное, здесь дорогостоящим. Но в деревне Большая речка нас ждал случайный знакомый Алексей Шудько и его смелый проект. До последних минут мы не могли поверить, что обычный селянин строит корабль, аналогичный фрегату петровских времен. Мужчина остается до старости ребенком. Только игрушки все дороже. Алексей Шудько о кораблях мечтал с детства. Первую лодку он смастерил в 15 лет. Сейчас Алексей Николаевич работает охранником в музее. А также в своей мастерской стругает берестяные поделки для продажи туристам. За всю жизнь он сделал много лодок и даже 11-метровую шхуну. Но мечта построить корабль все время жила в нем. Я хотел сперва не очень большой делать, метров 15. Потом как-то со старым корабелом в Иркутске поговорил, он возглавляет яхт-клуб. Он говорит, больших кораблей не бывает, маленьких всегда не хватает. Проект и намечался долгосрочный и дорогостоящий. Жена Алексея Николаевича была против такого решения. Но Алексей никак не хотел отказываться от своей идеи. И даже имя новому кораблю придумал. Марина, в честь внучки. Ну, в общем, я полистал литературу, посмотрел. Во-первых, человек хочет сказать, что это необычное. Ну вот я решил именно остановиться или на бриге, или на фрегате. Это времен Петровских. Чтобы были портальчики, деревянные пушки, чтобы они стреляли хлопушками, как говорится. Ну, в какой-то степени, конечно, может быть, ближе потерь. Но, тем не менее, чтобы он был функциональный. Там каюты. Теперь за спиной два года работы над кораблем. Трудным было только начало. Закладка днища. На стройматериалах Алексей экономит, но потрачено больше 50 тысяч рублей. Впереди еще столько же работы, но сейчас есть видимый результат. Мечта с каждым днем оживает. Семь парусов, три каюты и маленькая внучка на борту. Таким хочет видеть свой корабль Алексей Николаевич. И название улицы кораблестроителя, как в сказке, подходящее, ангарское. За домом протекает ангара. Нашего нового героя, Юрия Андреевича Панова, мы нашли в той же деревне Большая речка. И узнали мы о нем от Алексея Шудько. Ангарский корабел рассказал, что буквально в двух шагах через дорогу от него живет скульптор, художник, в прошлом политзаключенный и ссыльный Юрий Панов. В связи с тем, что я оказался сын врага народа, моя биография пошла по-другому совсем. Ну, я кончил среднюю школу, учился в Дворце пионеров. Это не повлияло в художественной секции. Дом Юрия Панова похож на небольшой художественный музей. Сюда часто приезжают туристы, иностранные журналисты. Был в гостях поэт Евгений Евтушенко. Кстати, именно из-за своих произведений художник оказался в ГУЛАГе. И вот это основное доказательство, это мои кромолы, вот эти рисунки, что я настроен антисоветски, что изобразил армию не такую, какой она должна быть, а вот такая, как она есть. Десять лет лагерей, потом ссылка на Ангаре. После освобождения Юрий Панов вернулся сюда. Сын украинского поэта, осужденного за национализм, отец Юрия Андреевича писал стихи на родном языке. Полюбил сибирские места, хотя и провел здесь очень тяжелые годы неволи. В лагере я попал на лесоповал. В течение трех-четырех месяцев я дошел до основания, то есть превратился в скелет. Потому что лесу зимой работать тяжело, от снега вот так, а кормили плохо. 84-летний художник с удовольствием показывает свои картины и скульптуры из дерева. Начиная с армейских и лагерных рисунков и картин, заканчивая последними работами. С деревом он начал работать в 70-х годах. Это вот страдали с мужиками. Это вот видите вот, это страшная беда, которая с каждым годом усилится. Вот, это чудовище, это образ наркомании. Видите вот, это чудовище, наркотик, оно разрывает мозги. Впивается в мозги человека и гибнет мозг в первую очередь. Это крестьянин кулак. Это тут юноша, интеллигент. А это вот, процветающий, это криминальный мир. Видите, рожи самодовольные. Это лики мучеников, а это рожи нахальные, наглые. Встреча с Юрием Пановым, знакомство с его произведениями, стали одними из самых ярких впечатлений нашего вояжа в Сибирь. В этом человеке, его судьбе и искусстве словно сконцентрированы многие стороны Сибири, ее истории, тяжкие испытания, страдания, борьба. И в то же время огромная воля к жизни и творчеству. Частный питомник для собак К9 – яркий пример сибирской инициативы и гуманности. Здесь отловом городских бродяг занимаются каждый день. Однако предприятие отличается от муниципальных, в которых через некоторое время собак усыпляют. В К9 каждый пес получает заботу, любовь и еду. А потом с собаком находятся и хозяева. В Иркутском питомнике обычно содержится около 120 собак. Сюда попадают дворняги, а также породистые собаки, которых потом обучают охранять и выслеживать. По воле случая здесь оказались медведи, волк и рысенок. Мы держимся за счет того, что у нас собаки кавказские, среднеазиатские, овчарки, немецкие, работают в охране. То есть у нас охранное агентство с собаками, охранники работают на объектах, охраняют предприятия. Хозяева питомника Елена и Андрей с детства любят собак. Даже причиной их знакомства стал общий интерес к четвероногим. А потом родилась идея создать питомник. Сегодня они муж и жена. Их дочь Лиза также любит собак, занимается дрессировкой. В будущем собирается стать ветеринаром. У нее свои собачки. Тоже, кстати, вот Колли ее сдали нам в приют три года назад. Она ее себе оставила, отдрессировала. В принципе, ее тоже не раз показывали по телевизору с этой собакой. Она ее слушается от и до. Однако и в К9 бывают проблемы. Порой хозяева предприятий для охраны арендуют самую злую собаку из питомника. Потом просят забрать назад и жалуются, что с собаками дела не имели и с этой не могут справиться. Этот случай один из таких. Кавказец Грей возвращается в питомник. В его службе будет небольшой перерыв. Вообще в Иркутске горожане любят этот питомник. Телефон не умолкает весь день. Сюда звонят с самыми различными вопросами. Например, можно ли беременной женщине иметь собаку. А многие просто хотят помочь животным К9. Люди приезжают. Вот вчера приехал мужчина, просто выгрузил три мешка чапи. Бывает, что покажут по телевизору, операции собаки требуются. Привозят люди деньги. То есть, ну, скажем так, наши просьбы безответными совсем не остаются. Наш природный авантюризм и сильное влияние сибирского духа толкнули нас на новые приобретения и поиски острых ощущений. В Иркутске мы купили щенка лайки и поужинали домашними тараканами. Ко второму нас вообще непонятно, что подтолкнуло. То ли ненависть к нашим насекомым сожителям, то ли жесткая экономия, то ли желание южной экзотики. В общем, наловили, сварили в масле и съели. Вот такой странный период в жизни у нас трех студентов РГУ. Новый знакомый, тяжелый физический труд и удивительная красота Сибири.